Председатель ДПР Владимир Вольфович Жириновский, телеграм-канал Жириновский. Обязательно выйдите и подпишитесь. Владимир Вольфович, верите во все эти раскаяния? Конечно, очень трудно поверить, поскольку сама вот сцена избиения показывает это вот нутро людей. Что-то такое зверское, человеконенавистническое. И здесь дело не национальности, это может быть между людьми любой национальности, любой расы. Молодость, понимаете, хочет себя проявить, какой-то героизм. И потом, видите, толпа. Если он будет один, он никогда не нападет ни на кого. Но вот им трое, помните такую поговорку, больше трех не собирайтесь. Вот даже больше одного не собирайтесь. Если бы они ехали в разных вагонах метро по одному, ничего бы не было. Но втроем, возможно, кто-то выпил, у кого-то там криминальное прошлое. У всех троих, все троих выпили. Вот видите, надо же как-то отслеживать все это. Надо сделать вариант, чтобы все, кто отсидел, были под контролем. На пульте, все видят их. Допустим, по Москве сейчас передвигается 200 человек от бывших наказаний. А и в Москве, и в любой точке. И вот в вагоне драка. Немедленно туда патруль. И самым жесткими мерами задержания. Чтобы они поняли, что вы бьете человека, лежачего на земле. С детства дети знают, лежачего не бьют. Это вообще сам факт. Нападение. Это чисто такие хулиганские побуждения. Просто взяли и напали. То к одному пассажиру пристали, то к другому. Они провоцировали. Им нужен был скандал. Нужна кровь. Нужно показать, что они не зря там 25-30 лет качали свои мышцы, хорошо питались и так далее. И вот может теперь проявить. Мозгов не всегда хватает. Наверняка плохо в школе учились. А может вообще ее не закончили. То есть жесткий контроль. И длительные сроки заключения. И спасибо председателю следственного комитета дал команду немедленно переквалифицировать. Какое хулиганство? Покушение на убийство. Это потенциальные убийцы. Убийцы. Вот их нужно немедленно. Самый длительный срок заключения. Самые тяжелые условия. Далеко на север. Я не говорю Дальний Восток. Там люди обижаются. Там может быть даже прекрасные города и села. А крайний север, где белые медведи и пингвины. Вот туда загонять их. И чтобы они там, так сказать, почувствовали, что такое издеваться над людьми. Ну и равнодушие тех, кто в вагоне едет. Ну как можно ехать целый вагон? Это человек 50, не меньше. Наверняка половина были мужчины. И часть молодежи. Им что было только встать, подойти. Эти бы люди сразу прекратили бы. Они очень трусливые. Они очень боятся реакции, так сказать. Они вот бузят или шумят или совершают дикие поступки, когда все молчат, сидят. Они чувствуют себя господами. Вот видите, какие мы сильные. На пять минут под землей в вагоне метро они короли. А уже завтра, когда их захватили, арестовали, они уже блеют. И уже мучаются. И готовы расплакаться. Поэтому надо очень жестко отслеживать передвижение всех потенциальных преступников. Всей страны мы не можем. Но те, кто сидел, те, кто приезжие, допустим, это вполне можно сделать. Все-таки большинство людей москвичи. Приезжих у нас летом 3 миллиона. А зимой сейчас уже осень, может быть, всего 1 миллион. И потенциальных преступников из них еще меньше. Ну, наверняка, что сейчас их и опознают. Это не единственное преступление, которое они совершили. Я думаю, что сейчас выяснится что-то еще. Владимир Ольевич, кстати, ваша встреча с президентом Российской Федерации состоялась или нет? А, конечно, все состоялось в запланированное время. Все было, так сказать. Она была в закрытом режиме. Но вопросы касались работы в Думе, предстоящего принятия законов и так далее. И тому подобное. Я считаю, нужно срочно принять закон о включении пандемии, вакцины против ковида, в календарь обязательных прививок. Поддерживаю вас. Вопрос стоял. Летом вопрос. Но левые вас противились. Представляете, что творят? Даже в календарь помешали принять. И Единая Россия испугалась. Сняли с повестки дня. Сами до голосования довели. И второе. Тоже поправка в закон о порядке введения дистанционного обучения. Вот сейчас снова рост заболеваемости. В разных местах вводится порядок снова дистанционного обучения. А как он? Где в законе определения нет? И опять левые помешали. И мы, конечно, примем. Но с опозданием на полгода, на год. Так что это вот, конечно, обязательно нужно нам всем вместе действовать, когда касается опасности для жизни всех наших. Вы довольны тем, как прошла встреча? Долго говорили? Да, долго говорили. Понятно, что в конце дня президент, так сказать, нагрузка огромная. Поэтому я не стал заупотреблять. Минут 20, не больше. Хотя, может быть, там уже было еще минут 5. То есть все, что надо, я сказал, так сказать, выслушал какие-то пожелания президента. Он со всеми встретится. Ну, президент же к вам относится с очень большим уважением. И вы много лет друг друга знаете. Да, давно уже, много лет, так сказать, еще тогда, когда он не был президентом и даже премьер-министром. Был там случай один, связанный с Абдуллой Аджаланом, руководителем турецких курдов. Он, кто-то помог ему в Москве оказаться. И тут мы тоже как-то оказались, так сказать, рядом с ним, с этим Аджаланом. Поэтому наше ФСБ вынуждено было вмешаться в этот вопрос. Примаков, премьер-министр, дал указание навести в этом вопросе какие-то ясности, чтобы нас не обвинили, что мы прикрываем, так сказать, террористов. Так что тогда еще давно состоялось знакомство. Тогда уже он мне понравился. Встретил добродушно все, как бы поговорил. Не только по этому факту, связанному с иностранцами, но и в целом по политической обстановке в стране. Так что это вот благодаря такому отношению чувствовалась в нем такая интеллигентность. И это как бы вдохновляло. И когда его в августе, я даже эту дату запомнил на всю жизнь, 9 августа 99-го года. И на Чукотке слышу по радио объявление. Новым премьер-министром страны назначен Путин Владимир Владимирович. Но я обрадовался, думаю, конечно, это лучше, чем предыдущие, несколько было. Поэтому это вот как бы такое благожелательное отношение, оно с самого начала сформировалось. Владимир Владимирович, тут Геннадий Андреевич Зюганов выступил с очень странным заявлением. Ребят, поставьте, пожалуйста, на сцену. Видите, что есть два выхода. Или социализация, или дальше региона будет бордеть, полицейщина свирепеть. Это неизбежно превратится в российский Майдан, но это будет более жесткая ситуация, чем мы недавно видели в Киеве и пытались организовать в Минске. Я вот не понял, а Геннадий Андреевич кого называют полицейщиной? Это что за формулировки по отношению к российским силовикам? Это же отвратительно. Это оскорбление. Не только представители всех силовых структур. Это оскорбление государству. Государство не может наводить порядок. Не должно реагировать на случаи экстремизма, радикализма. Ведь любой призыв выйти на улицы, это уже призыв бунтовщикам. Мятежникам. Выходите. Осталось слово погром произнести. Давайте громить страну, давайте витрины все бить и так далее. Ну, пока как в Америке. Вот вспоминает Майдан Киевский или Белоруссию, пусть он лучше вспомнит, что было летом 20-го года в Америке, когда горели города, магазины, люди и прочее, прочее. То есть левые большевики, они остаются в своем, так сказать, фокусе. Им нужен бунт, им нужна революция. Они все как удальцов. Вот почему удальцов Сергей бунтует. Потому что в городе Москве есть улица удальцова, его прадедушка, революционер, который организовал революции 120 лет назад. И он гордится тем, если имя прадеда носит целая улица в Черемышках. Многие знают улицу удальцова. Чего ему не заняться тем же самым? Поэтому здесь Зюганов, конечно, очень опасную игру ведет. Я вижу по их лицам. Они очень мрачные. Они боятся разгрома КПРФ, запрета КПРФ. А это вполне может произойти. Потому что такие, если они пойдут по пути Бондаренко в Саратове, или Рашкин в Москве, или связь там Навальный и Удальцов, то они сами себя обрекают на, так сказать, самоликвидацию. Ну, уже не самоликвидацию. Это действительно должен министр юстиции, генеральный прокурор. То их действия, их, они носят уже характер не противостояния государству, а борьбы с государством. Представляете, и угрозы. Мол, мы вас скоро устроим здесь Киевский Майдан, или страна будет такой же, как Белоруссия. Мы ничего не делали в Хабаровск. Понимаешь, там поджечь еще одну спичку, и действительно могут быть какие-то слишком острые события. Это великолепный был вариант, чтобы ЛДПР под свои знамена взяла бы весь протест, в целом край, Хабаровскому не стали делать. Нет, ну вы государственники, вы не пойдете, конечно. Надо же идти в интересы государства, общества. В 17-й год, представляете, ведь революция февральская, ну остановитесь, все, Керенский времен. Ну, Владимир Владимирович, с 93-го года вы всегда, находясь в оппозиции, тем не менее, проявляли мудрость и государственную позицию, государственную. Кстати, только что Курц объявил, что уходит в отставку, будет депутатом парламента, лидером Астрийской народной партии, но уходит в отставку на фоне расследования прокуратуры против него. Ну, делает ему честь. Да, молодец, так сказать, он один из молодых канцлеров, руководителей правительства в истории всей Европы, хорошо к нам относился, в целом, так сказать, к европейским странам, и нигде не закручивал гайки, и нигде не было каких-то таких особых... Ну, пытался быть разумным, да. Владимир Владимирович, что это у вас за интересное предложение о том, чтобы изъять деньги у российских миллиардеров в пользу Центробанка? Ну, вы понимаете, мы не выступаем за то, чтобы отбирать, конфисковывать, а тем более какие-то судебные процедуры. Ну, давайте попробуем, во-первых, ввести, значит, принять закон о сверхдоходах. То есть то, что в Европе. Сверхдоходы облагаются очень высоким налогом. И, допустим, это 80% от суммы сверхдоходов уходит в доход государства. Это одна сторона. Вторая сторона, допустим, много раз пытались принять закон на роскошь, когда яхта уже больше, чем авиалайнер какой-нибудь. То есть таких яхт никто в мире не строит. Уже так обнаглели, что не знают, куда деньги деть. И третий момент, просто уговорить. Ведь Потанин в свое время сказал, давайте я отдам государству, пусть мне скажут, сколько и куда. Я вас уверяю, и Дерибацко так сделает, и Усманов так сделает, и Олег Перов, вся эта сотня наших сверхбогатых людей, и этот, как его, Череповецкий наш, Мордашов, и Лисин Лепецкий, они все готовы отдать. Но никто к ним пока не обратился. Вот Белоусов молодец. Он выдал, так сказать, идею сверхдохода металлургической промышленности, значит, изъять в доход государства на борьбу с пандемией, там, или пенсионные дела. Ну, а мы, разве трудно собрать их просто всех и сказать, давайте закроем вот ту приватизацию ельцинскую 96-й год и последующую Семибаркинщину. Вы все понимаете, что заводы не стоили там так дешево в тысячу раз. Я понимаю, там 5%, 10% разница. Но когда заводы купили в тысячу раз дешевле, чем они стоили, давайте сегодня основное накопление ваше, без ущерба вашей экономической деятельности, переведем на какие-то специальные фонды, счета и так далее, и запустим в экономику. Нам нужны дороги. Нам нужно строить новые предприятия. Я не говорю, чтобы у них забрать и кому-то раздать просто по принципу, так сказать, дайте рыбу, а люди съедят рыбу и опять останутся без всего. Давайте на удочки потратим. Но на государственные удочки. Давайте все бросим на дороги. И за 5 лет построим все дороги. Хотя бы автомобильные, а затем и железнодорожные, так сказать. А потом больше... Какую сумму предполагаете у них оставить? И как отделить те деньги, которые идут в инвестицию, и те, которые на их личный счет? То есть здесь же важно не лишить компании оборотных средств, средств для развития. Конечно. Им нужны эти деньги. Они уже, так сказать, являются крупной компанией, так сказать, маленькие промышленные империи. И просто так забрать, это может даже остановить некоторые заводы, будут остановлены, и пострадают люди. Они окажутся без работы. Это тоже не метод. Но давайте хотя бы первый шаг сделаем. Жесткая, значит, тайна вкладов во всех банках России. Никто не имеет права давать информацию, запрашивать о вкладах. Могут они все деньги перевезти в наши банки. Уже банки запустят эти деньги в экономику. Делали несколько амнистий, не получается. Тогда давайте, так сказать, все-таки налог ведем на сверхдоходы. Боюсь, что его тоже не примут. Ну, что можно оставить? Давайте 10 миллионов. Хватит им на жизнь. Мало? Давайте торговаться. Давайте 50 миллионов оставим. Давайте 100. Но ведь мы можем несколько бюджетов забрать. У нас сегодня 23 триллиона рублей бюджет. А можем получить 50 триллионов рублей. Представляете, как мы быстро ударим по дорожному строительству? Это же всем надо, абсолютно всем. Или больницы все построим, как построили во время 2020 года, чтобы не было проблем. И койки будут свободны. Надо отметить, что многие миллиардеры очень активно помогали медицине и тратили свои деньги. То есть, ну, в Екатеринбурге очень серьезно работали практически все крупные предприниматели. И РМК, и Сима Лэнд. Как я знаю, Потанин очень активно работал. Ну, то есть, здесь это общий... Евгений Владимирович, слушайте, мы с вами говорим, прям какой-то кошмар. В Большом театре упала кулиса, погиб артист. 37-летний Евгений Кулеш. Я вообще не понимаю, как это возможно. Ну, как это возможно? Как? Большой театр. Ну, это... Ну, картинка страны. Да. Как такое... То есть, просто. Во время чернего представления оперы Садко артисту придавила шея декорация, отчего он скончался на место. Зановость резко закрыли и объявили антракт. Это дисциплина, понимаете? Она у нас хромает. Уже много-много десятилетий. Нужна жесткая дисциплина. Нужны такого вот надсмотрщика. Вот мы говорим, в царское время был надсмотрщик. Но он же следил за этим. Сейчас никто не следит. В том же театре директор в кабинете сидит. Практически он должен ходить везде. Смотреть, наблюдать. Он хозяйственник. Художественный руководитель, у него постановочная часть. А директор, давай, ну возьмите помощника, чтобы он отслеживал. Я советовал правительству, говорю, введите должность вице-премьер по дисциплине, который не будет отвечать за какие-то отрасли, экономику, промышленности. Только дисциплина, исполнение, исполнительская дисциплина. Принято решение. Почему задерживаете выполнение? Принято решение. Почему опаздываете с использованием выделенных вам средств? Вы знаете, что у нас на 31 декабря, вот сейчас, через два месяца, триллионы рублей будут висеть на счетах всех субъектов федерации. Не расходуют? Деньги приходят, а они боятся расходовать. Конечно, они не успеют. Это тоже проблема. Это беда. Надо направлять в январе. В январе направлять деньги. Давайте летом принимать бюджет, допустим, в мае, в июне. И чтобы в декабре все деньги были на местах. Очень разумно. Но должен быть вице-премьер. Я же все в базу данных могу вести. Вот видно, деньги пришли. Деньги могут быть окрашены. Деньги целевые. Вот только на ковид. Все можно проследить, чтобы каждая копейка пришла, так сказать, к своему окошечку и в карман тому, кому она назначена. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Очень правильная мысль. Блестящее предложение. Вы слышали представителя ЛДПР Владимира Владимировича Жириновского.